Организацию совместных программ в регионе и ситуацию в банковской сфере в целом по стране глава региона Игорь Кошин обсудил с представителями четырех банков, представленных на территории Ненецкого округа. Встреча прошла в профессиональный праздник – День банковского работника. На сегодняшний день на территории региона работают отделения и дополнительные офисы Сбербанка России, финансовые корпорации «Открытие», ВТБ и Московского индустриального банка. Очень здорово, что у нас в округе увеличивается количество структур, оказывающих банковские услуги. Мир меняется постоянно. И, наверное, к сожалению, а может быть к счастью, я думаю, недалек тот день, когда физические офисы, наверное, прекратят свое существование по большому счету. Их будет все меньше, меньше и меньше. С одной стороны, это сложности и неудобства для населения, а с другой стороны, это возможность в самых удаленных уголках нашего округа оказывать банковские услуги и делать это относительно недорого для клиентов. В ходе встречи отметили некоторые совместно реализуемые проекты. В частности, в регионе с марта 2015 года успешно действует проект со Сбербанком России «Безналичный округ». Он направлен на повышение качества жизни населения НАУ, в том числе доступности услуг в сельских поселениях. Развиваются интернет-сервисы, которыми могут пользоваться клиенты банков в поселениях для проведения платежей, оплаты услуг, переводов, погашения кредитов без посещения офисов. Еще один проект – 5-процентная ипотека. В рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий Московский индустриальный банк с декабря прошлого года осуществляет выдачу жилищных кредитов с применением ставки 5% годовых. «Потихонечку начинаем раскручивать на рынке совершенно новый продукт, так называемая наша 5-процентная ипотека. Было очень много пессимистов в этом плане, но, тем не менее, постепенно увеличивается количество жителей округа, берущих 5-процентную так называемую ипотеку. И в то же время мы потихонечку пытаемся создать рынок жилья, то есть строительство жилья именно в рынок, а не исключительно на бюджет. И я вам хочу сказать, что если в прошлом году был один застройщик, то в этом году уже появляется второй застройщик». Кроме того, банки активно развивают сеть торговых терминалов, помогают округу в опережающем северном завозе, а также приобретать в лизинг различную авиатехнику. В ходе встречи губернатор обратился к представителям банков с двумя просьбами. Увеличить в дальнейшем спектр и качество услуг, а также развивать малый бизнес. Игорь Кошин также отметил, что малый бизнес – это своего рода зона риска, поэтому администрация округа готова выступать гарантом.